Всем привет! Если вы любите простые и затейливые рецепты, то сегодняшний рецепт именно для вас. Сегодня готовлю самый вкусный и легкий в приготовлении творожно-сырный лентяйский пирог из лаваша. Такой пирог я часто готовлю на завтрак и подаю его с горячим чаем или кофе. Его приготовить даже начинающая хозяйка, ведь он готовится всего лишь несколько минут. Все ингредиенты и количество я пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала нарезаю тонкой соломкой лаваш. Нарезайте лаваш, чем тоньше, тем лучше. На мелкой терке натираю сыр. Сыр можно брать любой. Сегодня для рецепта я буду брать российский обычный сыр. В глубокую миску отправляю 2 яйца, сюда же добавляю сметану. Сметану можно брать любой жирности. Добавлю щепотку соли и все хорошо перемешаю при помощи венчика. Яичная смесь у меня готова. Теперь сюда я добавляю творог. Творог можно брать любой жирности. Начинаю все перемешивать ложкой, чтобы масса получилась однородная, без комочков. Поэтому творог рекомендую брать не зернистый. Все хорошо перемешала и у меня получилась творожно-яичная масса. Как видите, она у меня жидкая. Теперь необходимо взять любую жаропрочную форму. У меня это сковородка со съемной ручкой. Сковороду, бока и дно я смазываю сливочным маслом. А далее в сковородке распределяю лаваш. Лаваш заливаю творожно-сырной массой, чтобы он был полностью покрыт. Все разравниваю вилкой. Сверху я посыпаю всю эту красоту тертым сыром. И отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов буквально на 20 минут. Этого времени будет достаточно. За это время пирог у вас приготовится. Он станет пышным, воздушным, лаваш станет мягким и очень аппетитным. Посмотрите, друзья, какая красота у меня получилась на завтрак. Готовится всего лишь несколько минут. Приготовьте, вам этот рецепт обязательно понравится и пригодится. Готовый пирог разрезаю на порционные кусочки и подаю к столу. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. Всем пока-пока, готовьте с любовью. Субтитры сделал DimaTorzok